планета кино встречайте всем привет спасибо дим но сцена твоя расскажи нам как запускать такие проекты которые хочется влюбиться да рома меня попросил рассказать сегодня о нашей истории масштабирования я решил что я хочу все таки не просто рассказывать о нас но еще и делиться какой-то полезной информацией поэтому я добавил вот какие то не знаю моменты которые нам помогали за нашу историю планеты кино развиваться не знаю преодолевать какие-то вызовы и вот я попытаюсь совместить и историю масштабирования истории успеха с какими-то полезными советами мы представлены в шести городах у нас девять кинотеатров наш девятый кинотеатр мы открыли буквально перед первым локдауном в днепре за две недели до локдауна у нас 69 залов работает больше 600 сотрудников центральном офисе человек 80 по меркам рынка украины кинопроката мы на втором месте мы занимаем долю где-то 20 20 25 процентов когда мы составляли наш бюджет план на двадцатый год в девятнадцатом году мы надеялись что в двадцатом году наша выручка перевалит за миллиард гривен но вы понимаете что это не случилось но как компания большая компания успешная и мы пережили локдаун это как бы круто я тоже в том числе сегодня об этом расскажу кроме планеты кино а у нас еще есть два бизнеса которые возникли из планеты кино и это тоже какая-то история о масштабировании основного бизнеса используя наработки команду опыт основного бизнеса мы на базе планеты кино создали еще две компании два бренда попкорн попкорн помпедап который мы сейчас производим на промышленной линии на фабрике и продаем супермаркетах и айтишная компания айвес она возникла из нашей эти команды которая с 15 года разработала кучу айтишных продуктов внутри планеты кино собственный crm собственный тикетинговый софт бизнес аналитика куча 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 всего и вот это еще одна история того как можно масштабировать бизнес не просто развивать его открывая новые точки но в том числе находить какие-то сильные стороны на какие-то разработки какой-то опыт внутри и открывать что-то новое наверное когда мы говорим о франшизах о кинотеатрах основной вопрос который у вас сейчас возникает они умирают ли кинотеатры и я вам скажу что нет и когда я вот говорю о том что мы пережили локдаун да нам было тяжело но сейчас наш июль июнь и август были где-то процентов на 70 по результатам по сравнению с девятнадцатым годом и это неплохо то есть мы восстанавливаемся довольно быстро когда нет ограничений на количество билетов которые можем продавать когда есть фильмы в принципе мы быстро восстанавливаемся это говорит о том что как бы бизнес стабильный и он не собирает не собирается умирать еще один такой классный момент классная новость вы наверное слышали что многие студии во время локдауна решили выпускать фильмы на каких-то онлайн платформах disney создали свою платформу disney плюс и сказали что теперь они все все фильмы будут выпускать одновременно и онлайн и в кинотеатрах hbo макс запартнерились с warner brothers но на сегодняшний день вот буквально на прошлой неделе disney последними уже из всех студий сообщили что они отказываются от этой практики и возвращаются к кинотеатральному окну и как и раньше теперь будут сначала премьеры в кинотеатрах и только потом через 45 дней будут онлайн и это как раз все доказывает то что кинотеатры они будут существовать я раньше как раз боялся вот этого наступления онлайн но локдауны для меня наоборот доказали то что люди не могут сидеть дома и мне интересно просто смотреть кино онлайн и кинотеатры это не просто просмотр фильма это социализация это выход в свет это возможность выйти получить новые эмоции и люди мы сегодня слышали о том что люди начнут все заказывать онлайн всю еду я с этим категорически не согласен люди не могут сидеть дома люди всегда могут приготовить себе еду дома и не всегда это могли сделать им кто-то мог это принести но так или иначе люди ходят в рестораны они ходят в кинотеатры они ходят в театры не за едой не за просмотром фильма а за эмоциями за вот этим выходом как раз в свет почему планета кино и как бы то чего мы добились как мы выжили я думаю что основное основное что у нас есть это то что мы построили лояльность наших клиентов наши клиенты по-настоящему нас любят это видно было раньше там допустим по отзывам по оценкам но для меня стал очень показательным кейсом наш кейс который мы вот запустили во время первого локдауна мы попросили наших клиентов поддержать нас мы запустили в продажу сертификаты продавали их за 100 гривен потом после локдауна их можно было обменять на любой билет в кино без ограничений даже на релукс где билет стоит 450 гривен мы надеялись что ну какую-то сумму мы заработаем как каких-то может быть несколько тысяч сертификатов продадим но мы просто не ожидали того что мы получим и мы продали 112 тысяч сертификатов на 11 миллионов гривен и самое интересное что очень многие люди не воспользовались сертификатами когда мы спрашивали у них почему вы не используете сходите в кино они грели мы их купили просто чтобы поддержать вас и это крутой кейс который да спасибо это вам спасибо потому что это не мы сделали это вы сделали и вот это мне опять же вот этот кейс он показывает то что лояльность существует что люди любят бренды люди могут любить компании бизнес и вот когда мы с ромой говорили чтобы я рассказал о масштабировании я все-таки подумал что будет интересно на рассказать каких-то вот больших вехах каких-то этапах каких-то моментах которые позволили нам по моему мнению добиться вот этой любви клиентов которая действительно спасла наш бизнес сейчас попробую об этом быстро рассказать я для себя вывел сделать ретроспективу нашей компании нашей истории развития я пришел к тому что вот эти моменты которые вы видите мне кажется они стали ключевыми развитие классного создания классного продукта и постоянного развития систем системная работа с брендом поиск своих отличий классная коммуникация построение знания бренда диджитализация автоматизация бизнеса постоянная работа над клиентским сервисом и клиентским опытом особым клиентским опытом для того чтобы клиенты все или большинство клиентов были довольными и конечно же команда то есть вот эти основные факторы я для себя вывел факторами нашего успеха теми пунктами теме не знаю в основополагающими вещами в нашей стратегии которые помогли нашей компании крас развиваться и масштабироваться и сейчас очень быстренько пробегусь чуть-чуть детальнее по этим пунктам вектором крутой продукт мы начали история нашей компании началась одного зала аймакс и в 2006 году когда мы начали подписывать договор с аймаксом на тот момент не было художественных фильмов в аймакс были только документалки сделать зал аймакс в украине стоило огромных денег и все конкуренты считали что мы немножко не в себе но уже буквально двенадцатом году аймакс и нас разрывали все конкуренты хотели у себя тоже открыть аймакс начинали мы с одного зала зала аймакс и это в принципе положило вот эту историю того что мы всегда хотели удивлять наших клиентов мы всегда хотели делать что-то по-другому мы всегда хотели дать лучше чем то что есть на рынке и мы этот продукт развивали постепенно и очень важно понимать что мы сегодня тоже уже это слышали что лучше выпустить быстрый как mvp протестировать его и потом уже улучшать продукт я абсолютно тоже согласен с этой идеей что надо постоянно улучшаться и построение классного продукта это не история о том что я сижу и думаю как сделать что-то крутое это история работы постоянной регулярной работы над своими ошибками постоянный поиск как мы можем стать лучше следующий важный момент это необходимость выбрать свою ключевую аудиторию не все клиенты вас будут любить apple любят не все у apple есть много хейтеров в то же время apple четко понимает кто их клиент и на кого нужно ориентироваться ориентировать свои продукты точно так же и мне кажется любому бизнесу надо понимать кто ваша ключевая целевая аудитория и не бояться не понравится каким-то людям которые не будут являться вашей целевой аудитории очень важно слушать клиентов очень важно собирать все отзывы очень важно не просто собирать важно работать с этими отзывами потому что это источник очень ценной информации для улучшения для построения крутого продукта я думаю что большинство тех улучшений которые мы сделали в планете кино они были нам подсказаны именно клиентами они нам говорили что нужно улучшить и мы просто слушали мы собирали мы общались мы реагировали мы читали собирали все отзывы и важно ориентироваться опять же на боли на поиск этих болей клиентов что их не устраивает что их не устраивает на рынке что их не устраивает у конкурентов и искать те выгоды которые вы можете дать клиентам и очень важно упрощать продукт я сегодня еще об этом скажу чуть позже и следующий момент я всегда всем рекомендую меня часто спрашивают как вы сделали вот это мы это увидели и мы увидели у других мы сделали релюксы подсмотрев это в штатах мы сделали киномаркеты конкретно задавшись целью найти модель продажи попкорна не через бар а какую-то другую сегодня когда алекс рассказывал о том что я читаю отчеты публичных компаний многие смеялись говорят что это скучно на самом деле мы нашли очень много идей читая отчеты публичных компаний потому что там есть пункты которые показывают куда компании стремиться какие новые технологии пытаются внедрить и вот в этих пунктах можно найти очень много полезных инсайтов и конкретно киномаркеты мы нашли в публичных отчетах компаний поэтому это был классный совет зря вы смеялись дальше вот как раз пример как я уже сказал наших релюксов наших кино ресторанов и вот к ним мы пришли именно через вот призму всех тех моментов которые я сказал у нас была определенная целевая аудитория люди которые хотели смотреть кино с большим комфортом мы увидели эту идею в других кинотеатрах но мы переосмыслили мы сделали по-своему так как мы считали должно быть лучше и так мы запустили наши кино рестораны один из них есть в одессе я не знаю кто был кто не был сходите попробуйте это другой вариант просмотра кино у нас в определенный момент сформировался наш фирменный стиль раньше он был другим и это опять же про то что развитие продукта это не работа вот в сегодняшний момент это постоянные регулярные изменения стиль трансформировался сегодня он такой возможно на следующем кинотеатре мы сделаем уже что-то новое у нас есть технологии аймакс есть 4dx и есть так это наши обычные залы которые мы просто перестали называть обычными потому что они намного лучше чем подобные залы в других кинотеатрах и мы не могли их уже так называть то есть мы постоянно постоянно улучшаемся постоянно развиваемся следующий важный момент вектор который позволял нам развиваться масштабироваться это системная работа с брендом к пониманию того что такое вообще бренд как его строить зачем это надо что это дает мы пришли вообще не сразу я думаю что у нас в голове у собственников и у топ-менеджеров такое более четкое представление о том что такое бренд и как его строить планете кино пришло где-то в 2014 году и то что мы для себя вынесли что бренд есть у всех у каждого человека есть определенная репутация то есть каждый из нас для кого-то что-то означает у каждого окружающего вас человека возникает какая-то мысль когда они вас видят слышат узнают точно так же с брендами у каждого у каждого бренда есть определенная репутация некая оболочка которая окружает этот бренд вот это по сути называется брендом когда мы говорим о бренде он добавляет больше ценности вашему продукту потому что можно быть просто кинотеатром можно быть просто рестораном но если вы вызываете у клиента какую-то эмоцию если клиент понимает чем вы отличаетесь от других подобных бизнесов от конкурентов это дает вам возможность выделиться на фоне других выстроить эту лояльность более эффективно более крепкую любовь и основной это бренд бренд это про отличие это то чем вы отличаетесь от своих конкурентов чем вы лучше по-настоящему лучше не придумывая что не знаю у меня классный сервис буду всем рассказывать что у меня классный сервис а на самом деле это не так но если у вас действительно есть классный сервис если он вас выделяет на рынке у других ваших конкурентов его нету это может быть стать это может стать основой вашего позиционирования и лечь в основу вашего бренда поэтому когда мы говорим про бренд это про отличие реальные отличия и это про некую эмоцию про обрамление которая дополняет впечатление людей о вас вот это вот бренд пропеллер планеты кино мы тоже к нему шли очень тяжело мы долго внутри спорили о чем все таки мы какое должно быть наше позиционирование и утвердили мы его где-то только в 2018 году и наше позиционирование оно базируется на трех основных векторах развития мы вот сильно заморачиваемся по поводу сервиса и заботы мы стараемся быть технологичными и инновационными и мы стараемся всегда давать клиентам комфорт и качество и так родилась наша компания счасть не знаю кто видел может быть нашу компанию мы ее запустили только в девятнадцатом году и фактически вот до девятнадцатого года у нас не было рекламы как таковой вот как рекламных кампаний каких-то с четким позиционированием четким видением до этого мы работали в основном на перформанс только с девятнадцатого года мы подсистемно начали работать с построением знания нашего бренда с уже конкретным позиционированием и это опять же показывает то что даже у таких компаний как мы мы не сильно крупные но и не маленькие компания которая уже больше десяти лет но развитие продукта развитие масштабирования это всегда это постоянный процесс по процесс регулярных изменений и улучшений следующий важный момент и направление когда вы построили классный продукт когда вы определили позиционирование своего бренда когда вы узнали чем вы отличаетесь и готовы об этом рассказывать всем необходимо как раз распространять знания о себе что можно быть очень классным можно сделать классную рекламную кампанию но если вы не будете говорить о своих отличиях люди могут просто вас не узнать и здесь обработает классическая формула маркетинга мне очень нравится как о ней говорит андрей федоров знаю хочу плачу сейчас очень многие компании в украине начинают сразу продавать купите у меня дешевле у меня цена лучше некоторые компании работают на уровне рациональных преимуществ когда они рассказывают о себе каких-то своих рациональных преимуществах чем мы лучше у нас шире у нас больше у нас красивее и не многие компании в украине выходят на вот этот эмоциональный уровень когда мы действительно пытаемся донести свою идею бренда свое позиционирование через эмоцию люди реагируют на эмоцию намного лучше чем на рациональное и в принципе когда вы говорите о цене то есть о самом нижнем уровне это вообще не формирует привязки к вашему бренду да можно продать конкретный продукт потому что сегодня он дешевле но следующий раз когда человек захочет что-то купить он не будет знать вашего бренда потому что вы не сформировали вот этой вот связи эмоциональной это каналы которыми распространять можно знания это охватные каналы неплохо меряются и поэтому часто мы их не любим мы сейчас все сильно любим перформанс маркетинг я его тоже люблю он классный он считается но он в основном как раз у продажах перформанс маркетинг это продажи знание и работа с брендом это охватные каналы которые считаются плохо и мы боимся к ним подходить и еще очень важный момент который тоже многие забывают ваша коммуникация ваша реклама как угодно назовите это маркетинг я считаю мое мнение что они должны быть искренными и честными не обманывайте не рассказывайте то чего на самом деле нет давайте какую-то ценность клиентам тогда вас полюбят если вы будете пытаться выдумывать клиенты это поймут очень быстро следующий важный момент направление вектор развития это диджитализация автоматизация и смартфонизация еще пару лет назад мы об этом говорили как о тренде сегодня я считаю что это просто must have и без этого просто нельзя очень важно собирать все данные о клиентах важно собирать их контакты давая им в обмен клиентам какую-то ценность я говорю здесь например о программе лояльности когда мы в планете кино даем бонусы даем бесплатный билет в день рождения и за это клиент регистрируется у нас он готов поделиться с нами своими контактами я не говорю о сборе данных не этичным путем нет ни в коем случае создавайте свое crm собирайте данные это сейчас просто обязательная штука без данных очень тяжело работать вы не будете знать когда клиенты перестают к вам ходить вы не будете знать что они покупают вы не будете знать когда и каким каналам к ним обратиться и как правильно таргетировать ваш перформанс маркетинг чтобы он продавал лучше и эффективнее мы запустили crm еще в 2010 году и на сегодняшний день у нас больше миллиона зарегистрированных клиентов мы перешли вот для себя где-то на новый уровень более высокий уровень на уровень автоматизации коммуникации в 2018 году мы интегрировали salesforce market cloud это как раз пример автоматизации маркетинга коммуникаций это то к чему я призываю тоже всех двигаться если у вас уже есть crm если вы уже работаете с данными думайте о том как вы можете убрать человеческий фактор и как вы можете автоматизировать это не обязательно брать такое решение как salesforce потому что это дорого есть очень много маленьких классных продуктов под разные конкретные бизнесы мы еще в 2010 году запустили онлайн продажи первыми в украине и в 19 году мы и на сегодняшний день в принципе тоже мы продаем больше 65 процентов билетов онлайн и из них продаем мы всего где-то 5 миллионов билетов из них вот миллион 750 через мобильное приложение мобильное приложение мы запустили в 2011 году мы были одними из первых вернее мы точно были первыми в снг из кинотеатров и в мире на тот момент у кинотеатров даже крупных сетей еще не было мобильных приложений у многих еще не было мобильного приложения и то что я уже говорил раньше очень важный момент это упрощение упрощение всего меньше информации понятнее меньше кликов быстрее доступ к вашему продукту это все очень важно потому что люди ленивые это надо понимать мы все не любим прикладывать усилия для того чтобы получить продукт мы хотим кушать ок будет круто если нажим кнопочку сейчас поедим мы хотим ресторан было бы круто если бы был телепорт и мы бы могли переместиться туда поэтому чем больше у вас будет сложности на пути к вашему продукту тем меньше вероятность что клиент у вас купит и тем меньше вероятность что он к вам вернется и следующий большой огромный блок это удовлетворенность клиентов и это то над чем мы наверное работаем больше всего работа с клиентским сервисом и работа над постоянным изменением улучшением клиентского опыта потому что реклама и все то что я говорил до этого бренд реклама маркетинг данные продукт это все круто но это круто до того момента пока клиент не пришел к вам первый раз потому что если он пришел и ему не понравилось что-то пошло не так не знаю нагрубил ваш сотрудник или что-то не знаю где-то он машину ударил случайно потому что вы плохо разместили сделали заезд на на паркинг клиент следующий раз к вам не придет и все ваши усилия потрачены на маркетинг на разработку бренда на рекламную кампанию они все будут потрачены в пустую потому что зарабатываем мы на возвращающихся клиентах клиенты которые ходят к вам регулярно они приносят намного больше денег чем разовые клиенты и поэтому важно работать над тем чтобы опыт взаимодействия ваших клиентов с вами был максимально удовлетворительным для клиентов максимально классным максимально комфортным максимально приятно и здесь на самом деле достаточно по большому счету внедрить одно простейшее правило которое опять же вы все знаете она банальная но она реально работает правило звучит так что нужно всегда в любой ситуации в любом действии в любой задачи в любой в любом проекте поставить себя на место клиента сделать так как ты бы хотел чтобы в данной ситуации поступили с тобой вот если внедрить это правило для всех сотрудников компании при внедрении каких-то новых изменений новых задач новых проектов вот тут я могу вам гарантировать что ваш сервис и удовлетворенность клиента станут выше лучше качественнее но это правило как правило тяжело внедрять потому что сотрудники боятся брать инициативу сотрудники думают что их накажут если они сделают клиента довольными и выйдут за рамки каких-то правил процедур и для того чтобы внедрить это правило на самом деле надо сделать все вот это скучное неинтересное то что мы не любим но чудо не бывает сервис удовлетворенность удовлетворенность клиентов это все сложная тяжелая длительная работа опять же процесс регулярных постоянных изменений мы часто думаем что если мы знаем вот эти все штуки классные слова классные инструменты что у нас будет крутой сервис и клиенты будут нас любить это крутые инструменты их надо знать с ними надо работать но они если вы будете внедрять это не гарантирует что у вас будет классный сервис это просто инструменты которые позволяют вам замерять улучшать разрабатывать внедрять проекты поэтому не заменяйте пожалуйста вот этим вот вот ту скучную работу которая была на предыдущем слайде и здесь дальше несколько примеров нашего вот построения особого клиентского опыта про киномаркет я уже рассказал у нас была проблема как продавать попкорн быстрее комфортнее лучше как сделать так чтобы клиент не стоял в очереди как сделать так чтобы он не проходил мимо этой очереди когда он спешит на сеанс как сделать так чтобы он не покупал попкорн в стрессе получал удовольствие от посещения кинотеатра и вот так вот мы пришли к киномаркету самом деле идея как оказалось потом она была простейший банально это обычный дьюти фри это обычный магазин на на автозаправках но вот к ней мы к этой идее пришли через то что мы прочитали что в отчетах прочитали в отчетах публичных компаний в штатах и в нескольких кинотеатрах европе на самом деле где-то в десяти наверное кинотеатрах в мире есть какая-то особая модель продажи попкорна не такая как у нас мы ее нашли мы поехали посмотрели и сделали опять же по-своему когда мы это увидели поняли блин это же так было банально это же вот здесь мы видим каждый день на азс это еще примеры какого-то нашего особого опыта мы первыми внедрили в украине персональные 3d очки которые начали продавать клиентам это был тяжелый опыт люди не сразу поняли почему мы это делаем но сейчас уже практически все кинотеатры перешли на эту модель и вот подрезюмируя как бы все вот это все то что мы делаем все то что мы делали оно невозможно без классной команды и сейчас планета кино абсолютно самостоятельная не я не мой партнер по бизнесу мы практически не участвуем в управлении мы можем по своему желанию подключаться к проектам когда мы хотим но команда реально решает и здесь тоже важно сказать что команда не появляется сразу когда я пришел в компанию двенадцатом году было человек 10 центральном офисе и я и мой партнер мы делали все я писал первые скрипты на полстранички для кассиров мой партнер делал первые какие-то простейшие финансовые модели и команда появляется тогда когда у вас опять же нарабатывается опыт когда у вас появляются определенные боли и команда должна наверное опять же следовать за прибылью компании если мы говорим о том что раньше прибыль или команда то конечно сначала наверное нужно достичь какого-то успеха который потом позволит вам содержать классную команду спасибо дим спасибо тебе большое класс дим тебе спасибо огромное спасибо тебе за доверие за то что разрешили нам заниматься франшизой мы очень не рассчитываем на то чтобы уже может быть там первые результаты были в этом году я имею в плане экспансии да вам спасибо огромное что предложили это была ваша инициатива поэтому мы вас достали мы бы решились бы на это потому что мы очень ревностно относимся к своему бренду к тому что у нас есть поэтому мы согласились на модель управленческой франшизы мы готовы открывать кинотеатры управлять ими также как мы делаем с нашими кинотеатрами если другие люди готовы будут в это инвестировать по моему классная модель ay а Субтитры сделал DimaTorzok